Здравствуйте, уважаемые зрители День ТВ. У нас в студии профессор Сергей Вячеславович Савельев. Мы продолжаем цикл неформальных бесед, связанных с вопросами эволюции. Сегодня для начала поговорим о том, как возникали инстинкты. Сергей Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте. На прошлом эфире мы, вернее, выточнее, упомянули жуков. Муравьёв и сказали, кто, кстати, не смотрел, но хочет посмотреть, обратить внимание на эту ссылку, не так давно было выложено, она есть на нашем Ютьюбе, эта передача. И говорили, что никакого коллективного разума у Муравьёв нет, несмотря на, видимо, очень сложное поведение. Ну, и это фактически стало завязкой для следующего эфира. Вот он сейчас происходит. Как принципиально, логически объяснить возникновение инстинктов, которые действительно очень сложные, многоступенчатые. Смотришь на птиц перелётных, которые точно знают, как им повернуть. Смотришь действительно на тех же муравьёв, на термитов, на пчёл, которые, как говорят в танце, передают информацию. Да, за это Нобелевскую премию в 73-м году получил. Вот и Нобелевская премия есть. Смотришь на это и думаешь, ну, понятно, разума нет. Но как возник такой сложный механизм? Да не такой он и сложный. Механизм всё очень просто. Дело в том, что у нас существует такая вещь, как изменчивость. Изменчивость всего. Не только печени, почек, сердца, роста. Кто-то маленький, кто-то большой. Кто-то толстый, тот тонкий. Это всё же изменчивость. И укладывается в некое иногда нормальное, иногда не совсем нормальное распределение. Поскольку мы ещё и продукт, вот сами мы, мы ещё продукт искусственного отбора. Поэтому, например, там раньше отбирали людей по характеристикам одним, там, рубенцевские формы. А сейчас потом стали отбирать таких малолеток, твиги по имени известной манекенщицы. Ну, теперь таких вот жирафообразных дам. Ну, то есть очень много вариаций. И мы иногда в этом принимаем очень активное участие. Но инстинкты возникли также точно в результате отбора. Вот эта самоизменчивость, которая нам видна анатомически, друг на друга глядя, она существует в мозге. И вот в головном мозге она изменчивается максимально. Причём она не только у людей. Вот в последние десятилетия энтомологи, проводя многочисленные эксперименты, очень изящные, интересные. Это отдельная тема. Над насекомыми довольно быстро поняли, что и в их среде, в тех же муравьёв, пчёл, тоже существует индивидуально изменчивое строение мозга. У человека головной мозг вообще – это самоизменчивый орган. У нас нет ни одного органа в наших системах, который бы у двух разных людей различался количественно в десятки раз. Ну, у нас сердце не отличается в десятки раз, лёгкий – в десятки раз. А в мозге таких структур полно. Более того, в мозге есть и качественные различия, о чём я многократно говорил. То есть у человека в мозге есть некоторые структуры одного, ну, подполя там, корковые, а у другого этих подполей просто нет. То есть мозг единственной гигантской вариабельностью орган, который, собственно говоря, нас индивидуализирует. А поскольку то же самое есть и у беспозвоночных, то есть, ну, перепончатых крылок в данном случае, если мы говорим о муравьях, шмелях и пчёлах, осах то же самое, группа-то очень большая, то там у них такая же точная изменчивость. Энтомологи заметили, что есть те, которые поумней, а есть те, которые поглупей. Но, например, там в популяции муравейника или пчелиной семьи большая часть в нормальном испределении серединка. Но есть гении и есть придурковатые, ровно как и в человеческом обществе. Таким образом у нас, я к чему веду, существует огромная индивидуальная изменчивость везде, где есть нервная система. А это означает, что каждый раз, рождаясь даже как беспозвоночные с неким набором очень простых инстинктов, унюхал, поел, размножился. Ну, есть ночкомы, которые не едят, а, так сказать, сразу... Однодневки. Да. Появился на свет, размножился и свободен. В общем, есть не нужно. У них даже ротовая система у некоторых не развита. Поэтому только все, так сказать, в репродуктивные органы. Чудесная жизнь. Очнулся, вылупился, произвел себе подобного и помер. Ну, в общем, многие так, на самом деле, среди людей живут. Разница невелика, просто растянута во времени. Так вот, самое-то главное, откуда берутся инстинкты? За счет огромной изменчивости нервной системы у всех живущих на этой планете от позвоночных до беспозвоночных, у нас существует вариабельность поведения. Всегда. То есть есть изменчивость, которая и дает то самое базовую флуктацию вариантов поведения, которая позволяет одним выживать, другим нет. И дело-то в том, что возникающие сложные вариабельности, они уже закреплены. То есть это индивидуальная изменчивость. Так это, получается, случайный процесс. Конечно. Как случайный? Ну, как случайный? Кто не поест, тот сдох. То есть поэтому отбирается... Это случайный процесс, я не про отбор говорю. А когда вот рождаются разные особи насекомых, а в них отличается, ну, не знаю, как вы говорите, мозг, нервная система. Мозг структурно отличается. Много-много-много-много вариантов каждый раз в каждом поколении, да? То есть получается, что случайно, каким-то образом... Не каким-то образом, просто изменчивость огромная существует, потому что детерминировать генетический нельзя ничего. Это в больном мозге генетиков. В 50-е годы было, но теперь уже даже у них прошло. Через три поколения они избавились от этой небольшой проблемки, тотальной детерминации всего. существует такая вещь, которую детерминировать нельзя. Генов не хватает. У нас 24 тысячи генов, и в мозге 150 миллиардов нейронов. Какие гены? О чём вы говорите? Бред сивы кобылы. Я не говорю ничего про гены. Нет, это просто очень любят порассуждать о том, что вот этот ген, он меняет вот так поведение. Да, убить можно, никто не спорит. Но создать ничего нельзя, к сожалению. Дело в том, что развитие мозга как у человека, так и у беспозвоночных, скажем так, у высших беспозвоночных, это и некоторые насекомые, и очень многие головоногие моллюски, свободно плавающие, у них развитие регуляционное. Это что означает? Что небольшой набор эмбриональных событий, которые регулируют развитие, может иметь огромную изменчивость. Потому что жёсткой генетической детерминации нет и в помине. Там есть детерминация неких процессов, но не самого морфогенеза. Это два разных, две разных эпархии. Поэтому вариабельность очень высока, потому что раз всего детерминировать нельзя, никаких генов не хватает, приходится поручать это дело с достаточно случайным межклеточным взаимодействием. А они носят... Вот случайный процесс, о котором я и говорю. Ну, это то же самое, как падение монетки, у которой... Подбрасывание кости, не больше. Да, у которой там не 6 и не 8, а 12 граней. То есть вероятность взаимодействия, потому что кажется, что это абсолютно случайно, это мистика. Математика в биологии неприемлема, как инструмент, только очень в условных местах, когда мы условно ограничиваем правила и условия расчётов. А так что получается? Каждая клетка взаимодействует с другими клетками, меняет свой статус. И в соответствии от этих бесконечных взаимодействий она меняет своё положение во времени и в пространстве. Меняет и, соответственно, дифференцировочный потенциал свой. Она может стать такой, сякой, пятой, десятой. И даже в супердетерминированном мозге тех же насекомых, высших, у которых там около миллиона клеток, это всё равно случается. То есть изменчивость достаточно высока. Поэтому даже следи пчёл и муравьёв мы видим умных и дураков. То есть это любой энтомолог, который занимается поведением, об этом подробно расскажет. Иначе говоря, вот эта изменчивость структурная, которая существует, она является, собственно говоря, базовым событием для изменчивости поведенческой. И бесконечное тыканье в разные варианты возможных событий приводит к тому, что сохраняются те формы, которые приносят больше еды. То есть, ну вот представьте себе, конечно, на первый взгляд кажется дико сложным орудийное поведение насекомых. Оно, кстати говоря, не менее сложное, чем у обезьян. Просто когда в 60-е, 70-е годы начали изучать обезьян, и вдруг увидели, что он там палочкой добывает муравьёв, у всех просто стали исходить из себя, эти антрополухи, приматолухи и прочие олухи. Почему я так называю? Потому что они за деревьями вес леса не видели. Они стали сходить с ума по этим обезьянам. А вы посмотрите вокруг себя, вот сейчас с развитием видеотехники. Фу, столько доказательств очень интересного и более сложного поведения. Ну, пример. Сегодняшний утрешний. Я прихожу, мне показывают новый прекрасный ролик снят о том, как оливковые бабуины воруют щенков. Да, я тоже видел. Да, у людей. Потом их выращивают. Из них выращивают собак. Сторожей. Которые на них работают так же, как на людей. Какое там трёхфазное поведение? Это ведь павловская примитивизация всего на свете. Это уже давно исчезло и протухло. Речь уже об этом не идёт вообще, об этих подходах. Речь идёт совсем о другом. И вот, пожалуйста, вам сложнейшее поведение. Ну, ладно, заимствованное у людей. А, инструментальное поведение у насекомых. Примеров огромное количество. Недавно вышло несколько лет назад. Книжка очень приличная. Кстати говоря, там про рыб, но это отдельный разговор впереди. Но про насекомых. Для того, чтобы муравей мог унести побольше еды, что они делают? Соберёт кусочки листочков, кусочки глины какой-нибудь, палочки. Дальше что делают? Находят, например, раздавленного жука или там, я не знаю, змею, лягушку, кусеницу. Бросают туда этот. Значит, он там пропитывается, он хватает его и тащит в своё гнездо. В чём интерес? В том, что он утаскивает за один раз, в десять раз больше пищи. Из этой формы, вот наглядный пример, появилась ещё более сложная форма поведения. По тому же самому отбору. Потому что то же самое делают маленькие муравьи, когда видят, что пища найдена большими муравьями, хищными, которые одним движением откусят голову. Что он и сделает, конечно. Тогда они что делают? Они наблюдают за большим и могучим муравьём, берут такой же точно кусочек деревяшечки, подкрадываются, бросают в еду, которую уже приготовил для себя большой хищный муравей, в ту же гусеницу разодранную. Этот кусочек там опять смачивается. И когда он видит, что большой муравей зазевался, он подлетает, хватает этот кусочек и убегает. При этом все эти разговоры 60-70-х годов о двухфазном или трёхфазном поведении выеденного яйца не стоят. Все рассуждения этих зоопсихологов, их можно даже не вспоминать больше, потому что такой фактологии очень много. А это животные, муравьи с миллионом нейронов, а иногда и меньше. Мы зафиксируем, что это сугубо, по сути, компьютерная программа. Это не разум. Какой не разум? Разум? С чего это вы взяли, что это не разум? Я спрашиваю. Отвечаю. Это разум ещё какой-то. То есть он думает? Муравей думает? Он обобщает получаемые сведения. То есть он делает ровно то же, что большинство наших граждан вообще не умеет. Вот этот момент интересен. То есть это получается неврождённое поведение? Ну, есть очень простой способ. Пожалуйста. Те же самые пчёлы, вот летающие. Или муравьи бегающие. Можно поставить на кормушку, метку. Вот, например, в виде вот этого вот непонятно чего. Звезды непонятной, да? Так вот, если приучить их кормиться около этой звезды, то можно менять её цвет и форму. Например, крестик вместо неё. Крестик может быть мальтийский, какой угодно. Они будут его всё равно узнавать. То есть в чём дело? Это говорит о том, что это не примитивное узнавание. Это неврождённое. Не рефлексное. Нет, это вообще неврождённое, потому что это приучили. Не было. Натренировали, да? Натренировали. Так более того, у него хранится обобщённый образ. Условный, да? Условный образ креста, треугольничка, вот этой штуки. Ключевые точки. Да, то есть у него обобщённый образ. Это давнишние эксперименты 30-летней давности. Брали обычных курей. Уж кажется, более позорные животные невозможно себе представить. Так вот, выяснилось, когда только появились ещё даже не компьютеры, а телевизоры, им стали предъявлять. Они никогда в жизни не видели никаких автомобилей. Вот им предъявляют, предъявляют. Со всех ракусов автомобили. И в конце концов эти куры научаются распознавать автомобили от других объектов. Почему? Потому что у них сложился обобщённый образ. Они могут различаться по цвету, по форме, по размерам, по ракурсу. Абстрагирование у них развито, проще говоря. Абстрагирование и обобщение образов. То есть абстрактный образ содержит в себе признаки, с которыми они манипулируют. Поэтому, когда там психологии, особенно в детской, начинают вдаваться в рассуждения, которые мы слышим регулярно, они, конечно, смеху подобны. Если муравьи с полумиллионом или с миллионом нейронов, если куры с мозгом с мой ноготь обладают такими способностями, то когда дети достигают этого уровня, то надо просто аплодировать психологам. Потому что получается, что они хуже муравьёв, которые учат этих детей. То есть это тривиальные вещи. Более того, известны в том числе и наши замечательные эксперименты энтомологов, которые показывают, что муравьи умеют считать до 10 и друг другу передавать эту информацию. Это опыты знаменитые с расчёской, потому что муравьи метят дорожку. Значит, когда расчёску меняют, выламывают зубья, и муравьи всё равно отсчитывают число зубчиков и начинают искать на том, по счёту, на котором до этого кусочек сахара находил. То есть, иначе говоря, конечно, насекомые, запах собственной колонии. Как они находят? Обучение в мире насекомых такое же обязательное, как и в человеческом обществе. Масштабы и задачи другие. То инстинктивное поведение, у которых есть, оно, конечно, занимает у них где-то 90% или 80% всего, всех форм поведения. Но это не значит, что они не могут обучаться. И то, что... А, извините, на Западе... Ну, я понимаю, Запад – это дикие места абсолютно. Это Европа и Америка. Это сейчас почти то, что там 200 лет назад африканские джунгли. Ну, по интеллекту. Так-то выглядит всё прилично. А в интеллектуальном плане – это пещерные люди абсолютно, очень примитивные. Поэтому у них интеллект – это способность к обучению. Если у нас интеллигентность, интеллект – это способность решать какие-то задачи, то у них это способность к обучению. Ну, вот они так на уровне муравьёв там и пытаются сейчас что-то делать. Ну, те же обучаются. Вот примерно так это всё и происходит. То есть, к сожалению, сейчас только из-за развития компьютеров, из-за развития цифровых камер, из-за способности наблюдать за теми фрагментами жизни животных, которые раньше нам были просто недоступны, мы резко расширяем зоопсихологические сведения и представления об обучении и значении инстинкта. Дело в том, что на самом деле у насекомых это всё повеселее идёт. Почему? Метаболизм другой. Откуда человеческая лень-то возникает? Из-за экономии энергии на расходах мозга. Человек не хочет тратиться. И ведёт себя абсолютно как пьяный таракан в большинстве случаев. Если может себе позволить так вести. Он так себе ведёт. А у них нет такой проблемы. Метаболизм при уменьшении размеров, метаболизм меняется. Там даже не надо иметь замкнутую кровеносную систему. Она разомкнутая. То есть совсем другой уровень метаболизма. Маленькие нейроны. И они решили проблему, по сути дела, и обучения, и интеллектуального развития, эволюционного, естественно, не индивидуального. Хотя, как я говорил, есть умники и дураки. Они решили благодаря тому, что у них нет таких гигантских энергетических затрат на содержание мозга. И это своеобразный, так сказать, огромный этап в эволюции. Но надо сказать, что и инстинкты, которые развиваются и закрепляются, в том числе и у позвоночных. У позвоночных тоже есть инстинкт. У нас с вами полно инстинктов. Вообще у всех. Но особенно интересны эти инстинкты, которые бы мне хотелось сказать. О инстинктах рыб. Но чтобы перейти к рыбам, надо закончить с насекомыми. Дело в том, что... И у меня будет один вопрос в связи с этим. Он возник сейчас. Существуют очень многие представления о насекомых, которые пытаются, так сказать, объяснить их сложность поведения. Почти 30 лет бились над тем, чтобы доказать, что уровень общения, особенно у общественных насекомых, он зависит от размеров мозга. Это полный провал. Потом дальше с ума сходили лет 15, доказывая, что распределённое сознание существует. Но это старая история. Это типа нейросетей. На прошлом эфире говорили. Да. Это суперорганизм тоже не получился. Этого не существует. Потому что если начинать по-серьёзному копать, то есть смотреть биохимический обмен, интегративные разные процессы, которые в глаза не бросаются и толгом не видны, то там всё достаточно примитивно. То есть, таким образом, говоря о беспозвоночных, заканчивая, это можно сказать, что, во-первых, существует, как и у людей, большая изменчивость самого мозга. Объясню, в чём там дело. У них нет, как у нас, коры, но у них есть так называемые грибовидные тела, о которых я говорил на прошлом нашем совещании. Так вот, эти грибовидные дела, где могут быть 12-17 слоёв маленьких нейронов, то есть ассоциативные центры, по сути дела, могут быть у высших насекомых занимать 20% от всего мозга. А могут, ну, как у пчёл, например, или у ось, или у жуков, у тех же самых. А могут, как у дрозофилов, только два. Разница десятикратная. У нас такого нету. Такого, чтобы среди, например, всех приматов кора у одного была в 10 раз больше, ну, пропорционально размером тела, естественно, если увеличить. Такое и такие вещи не встречаются. Так что насекомые обладают всем тем, чем нравится нам. Индивидуальной изменчивостью, индивидуальной организацией мозга, индивидуальными способностями к запоминанию. И те, кто живут в сообществе, то есть вынуждены конкурировать с друг другом, те поумнее всегда и получше обучаются. Так что, к сожалению, вот этот разрыв, который существовал в старые времена между позвоночными и беспозвоночными именно по нервной системе, он, конечно, намного сузился. То есть это совсем другая история. Сергей Вячеславович, вопрос, который возник. Вот вы оцениваете вот тот пример, который вы говорили про гусеницу. Вот если, например, вот этих, ну, этого одного муравья отдельно воспитывать от муравей никого, по-другому поставлю вопрос, он будет знать, что делать или нет? Он должен подсматривать без обучения. Вот, вот я про это спрашиваю. Никак? Никак, потому что нужные образцы, значит, в процессе эволюции, конечно, это возникало пошагово в результате уничтожения тех, кто хуже соображал. Это понятно. Но когда этот признак, это свойство, скажем, поведенческое уже устоялось, то существует у беспозвоночных, особенно у общественных, также точно наследование групповое. То есть, ну, как у нас. У нас, например, же ведь вот языку, когда учат детей, они в соответствии с диалектом этого места, которым говорит. Ну, вот, например, есть искусственные насаждения, как сейчас на Украине, когда суджек насаждают. А вообще это деревенский такой диалект провинциальной Западной Украины, это одно. А у насекомых это вопрос выживания. И вот они учатся друг у друга, также точно в этой местности. Ну, знаменитая история про приматов, которые увидели, что люди моют фрукты и стали мыть. И мыли лет 15. Да с приматами это неудивительно. Почему? Извините. Приматы то же самое. Когда вот стали снимать кино и показывать о том, как те же бубуины щенков выращивают. Извините, раньше такие свойства относили только к шимпанзе, гориллу и марангутану. А теперь выясняется, что высокое инструментальное поведение шимпанзе, но характерно для муравьев, у которых в миллиард нейронов раз в миллиарду. Вот это удивительно. Так вот, я, значит, к чему говорю. В этом отношении вот эти знаменитые число Донбара, кофинцет, энцефализации, то есть это очень любят, особенно на Западе, там, ну, у них примитивное мышление. Почти как у муравьев. Они поэтому рассуждают так, что вот чем отношение мозг больше, не пойдет, значит, отношение размеров мозга к размеру тела. Ну, тогда у нас самым гением должен быть там бурозубка, которая делает только одно – ест непрерывно. Потому что у нее индекс энцефализации самый большой, у нее очень большой мозг относительно разный. Больше, чем у человека. Ну, конечно, даже кротскалепусы то нас обошел, и даже калибри. Там соотношение не в нашу пользу. Причем сильно, в несколько раз. Ну, и где и гениальность. Просто люди, которые так рассуждают, то есть вообще ничего не знают. Это вот популизаторы. Почему? Потому что они не понимают, что такое метаболизм. Нет, ну, важна же конструкция. Да при чем тут конструкция? У кротаскалепуса конструкция точно такая же, как у нас. У калибри радикально отличается. Все равно индекс энцефализации у них выше, чем у нас. А при этом они не гении, в шахматы не играют. Нопрос конструкции в том, что есть большой паровой двигатель и маленький двигатель внутреннего загорания, и маленький может быть мощнее. Я в этом смысле говорю. В этом смысле не годится. Потому что нейроны работают, у них метаболизм ограничен. Вот поэтому индекс энцефализации является глупостью. И поэтому, когда там каких-нибудь динозавров находят и говорят, вот у них там такой вот индекс энцефализации, там кривые такие, то есть прямые такие. Дино-сапиенс. Вот это концепция. Это дебилизм просто запредельный. То есть потому что метаболизм у разных животных разный. У теплокровных один механизм обмена, в том числе метаболизма мозга, у хладнокровных другого. Кстати, про хладнокровных, то есть про рыбок. Там тоже тех, кого уж мы едим, тут уж дальше некуда. Тут тоже интеллектуальные, очень сложные взаимодействия и развитие современной техники. Ну, например, показала фантастические результаты активности интеллектуального развития таких губанов. То есть это чистильщики, которые это все видели в телевизоре, когда большая рыба хищная, там, какой-нибудь группер. Ему подплывают маленькие рыбки-чистильщики, которые выбирают всякую дрянь с его поверхности. Ну, кажется, ну, что тут такого? Ну, что тут можно? Но вот регулярный анализ поведения съемки показал, что все не так просто. Там территория у этих самых чистильщиков, у самок-самцов иногда пересекается, и тогда самка и самец начинают чистить одного большого хищника вдвоем. И было сделано очень интересное и поучительное, кстати говоря, для полового деморфизма и человеческого, наблюдение, в котором что было? Самцы аккуратно выбирают всех паразитов, всякую там ерунду. Самочки, если они с самцом, они, значит, и поодиночке, конечно, так хулиганят. Но с самцом особо. Они подплывают и хватают такую с кожи слизь. Причем выдирают ее. Но, естественно, что тот, кого чистят, возмущенно уплывает. Не дает возможности покормиться самцу. И вот самец тогда начинает эту самку воспитывать. Он ее очень сильно гоняет. Ну, по-нашему, ругает нехорошими словами. И в конце концов приучает ее не хулиганить и слизь, не скусывать. То есть, таким образом, бестолковую самку самец чистильщика приводит в Божью веру. И они вдвоем тогда уже, в общем, целомудренно обкусывают крупных хищников. Так что, вот смотрите, сложность поведения. То есть, самец мало того, что чистит самку, чистит самку, но он ее не пытается убить, он ее пытается заставить вести себя адекватно. Ну, просто как в человеческом обществе. Чего ж тут говорить? Ну, вот и таких же фокусов очень много. То есть, есть намного сложные события. Там, если вот некоторые рассуждения их теологов о том, что вот, мол, где рыба, предпочитают те же корюшки большие группы, ерунда, потому что, на самом деле, там орган боковой линии, а не глаза работают. Ну, механическое движение рыбкости. То существует все-таки в той или иной форме, даже у рыбородийная деятельность. Ну, классический... А, да-да-да, расскажите. Классический вариант – это вот брызгуны, которые брызгают в насекомое, чтобы оно упало в воду, и тут же их хватает. Так вот, естественно, любопытные их теологи, они проводили всякие эксперименты. Оказалось, что вот эти брызгуны прекрасно брызгают фотографию человека, который их кормит. Потому что, как только его приучают брызгать в ответ на корм, он дальше распознает этого человека даже на фотографии. То есть, вот вам, пожалуйста, обучение. Это потрясающе. Ну, вот. Еще губаны, ну, это известная вещь, бьют раковины на ковальне в воде. То есть, прямая инструменталь. Ну, не только глубокоинтеллектуальная антропологическая обезьяна. И дельфины, я знаю, используют всякие инструменты. Но тут и не млекопитающие. Ну, а тут разница-то, вон, та же самая тряска. Что она делает? Ну, у нее вот такой вот мозг размером. У нас нейронов в одном гангле больше, чем у них в мозге. А вот классический, да. Ну, понятно, что тряску изучает тот, кто ее ест. В основном норвежские всякие исследователи. Но, тем не менее, даже от них можно какую-то пользу узнать. Они выяснили, что обучает риску хватать за веревочку, чтобы она дергала и корм падал. Но это геморройно, потому что надо сначала дернуть за веревочку, а потом, значит, бросить веревку, подплыть, схватить корм. Ну, во-первых, коллеги есть кругом, которые могут схватить быстрее. Ну, и так дальше. То есть тогда они приучились меткой, которая на них стояла, зацеплять веревочку, дергать, то рот остается открыт, и тогда хватать. И этому они быстро научились все, обращаю ваше внимание. То есть вот вам, пожалуйста, научение при добывании пищи, причем с неиспользованием традиционных органов, систем, плавников, хвостов, а метки, которые на них стояли, лабораторные. То есть это говорит о том, что обучение возможно, причем даже у хрящевых рыб. Ну, знаменитая история с лимонной акулой, которую принцу подарили. Они хорошо приучаются тыкаться в определенные предметы носом акулы. На этом же знаменитой построен. Это была американская Панама по борьбе с подводниками во время Вьетнамской войны. Они научили распознавать китайских пловцов, дельфинов. И на спину ставили ножи выкидные с датчиком на носу. Те подплывали и дружески тыкались в китайского аквалангиста, которые приклеивали взрыватели на винты кораблей американских. Ну, и понятно, что они в течение двух недель всех этих подводных бойцов перевели с помощью дельфинов, которые распознавали и радостно тыкались носиком. То есть дельфинов можно приучить, но так, чтобы треска, без специального обучения, чувствуйте разницу. Самостоятельно научилась использовать орудия. Ну, есть очень сложные формы поведения у тех же рыб. Причем связанные не просто с абстрактным представлением о мире, но и о переносе абстрактных знаний. Но это знаменитые эксперименты, они не так давно проводились. Это когда цихлиды, это такие, вот такого примера размера рыбки, которых часто любят люди и держат в аквариумах. Эти цихлиды, они хищные страшно, самцы. И все время дерутся. Это если разнообразить жизнь, двух цихлид сажаешь, так сцепляются челюстями, и вода закипает. Дерутся ужасно. Вот этих самых рыбок на них, естественно, поставили эксперименты. То есть очень сильный самец, послабее, еще слабее, совсем слабый. Ну, и, значит, стравливали их между собой и показывали другим самцам. И оказалось, что если даже какую-то схватку какой-то из самец пропустил, ему не показали, то он все равно аппроксимирует события всех этих схваток и всегда выбирает для схватки самого слабого самца. То есть слабее себя. То есть таким образом, представьте себе, то есть он мало того, что понимает, что он видит, бой между... Он знает, кто победил, оценивает и запоминает того, кто победил. С ним не связывается решение. То есть это значит не просто драки, это обобщение сложного чужого поведенческого опыта. То есть ну о чем тут говорить? То есть таким образом, на самом-то деле у нас в мире животных все вот эти механизмы инстинктивные, они не в голом виде представлены, они все в зависимости от разной степени, скажем так, адаптации, сложности и даже размеров мозга, это тоже играет значение. Чем больше, тем лучше. Но вот они все-таки позволяют им обобщать личный опыт персональный и более того делать выводы. Так что инстинкт инстинктами, а личная адаптация, она очень-очень велика. Вопрос аналогичный, который у меня был про муравьев, теперь будет про птицу, про перелетную птицу. Если она выращена не в стае, она будет перелетать? Куда надо перелетать? Такие опыты делались. Не все птицы ведут себя одинаково. Если стая будет проходить, а вы вырастили дикого гуся быстрее всего, он, конечно, присоединится. А почему? Существует гигантский предварительный, в том числе и инстинктивный опыт. Разделить его личный от инстинктивного довольно сложно. То есть врожденные программы, конечно, есть. То есть врожденные, конечно, есть. К тому же... Сложные причем. Да, причем сложные. Они иногда гормонально зависимые. Вот эти все перелеты, они гормонально зависимые. Там направление движения связано с различными белковыми, металлопротеинами там. Ну, как бы сбиться сложно, поскольку когда у вас в глазу лампочка условная, горит направление движения. И много-много разных стартовых механизмов, связанных с накоплением жира, с половым созреванием или фазой созревания. Не обязательно, чтобы точно половая. То есть это все укладывается уже почти в человеческую психологию. Ну, почему? Потому что есть очень важный момент. Ну, как вот насекомые, которые там кунают, то, о чем я говорил, там палочку, веточку, листочек в пищу, а потом уносят. То есть это о чем говорит? Что у них есть то, что характерно недавно еще было только для высших приматов и человека. То есть ментальная презентация. Это что такое? За этими словами скрывается довольно простое дело. Это как животное представляет себе событие. То есть ментальная презентация, когда самого события нет, а оно у себя в голове, в грибовидных телах или там где угодно, оно моделирует событие. Понимаете? То есть мы не знаем, как именно. То есть оно как мы с помощью образов или каким-то другим способом. Но тем не менее ментальная презентация у большинства высших насекомых, конечно, есть. Причем есть очень разные способы анализа этого дела. Но суть стоит в том, что, обобщая свой опыт, как я вот говорил, с крестиком или с квадратиком, он в голове, или как у кур, когда они там видят автомобиль, они моделируют некое явление. Это называется ментальная презентация. Так же, как мы, например, идем куда-то, и мы примерно представляем, что нас ждет. Мы устраиваем ментальную презентацию внутри себя, то есть внутри головы. Моделируем события, если проще говорить. Ну да, 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 да. То есть, конечно. И для этого у них все есть. И грибовидные тела, ассоативные, и соответствующий опыт. То есть, иначе говоря, ментальная презентация в головном мозге без позвоночных вполне возможна. И здесь можно, кстати говоря, обратиться к такому очень интересному опыту, очень интересной информации, которая получена при наблюдении за теми же рыбами. Тот же хищный группер, которого чистят чистильщики, он вообще тоже очень непростая рыба, но тут уже у него мозг очень приличный. Вот по размерам. И наблюдения за ним показали, что возможны межвидовые взаимодействия на ментальном уровне. То есть, ментальная презентация у группера, довольно смешно все это звучит, который в недавнем прошлом представлялся просто добычей для акулангиста, там кто-то стреляет. Ну и его дружеские отношения, охотничья, например, с муреной. Как это все выглядит? Вот большой группер, хорошая такая большая рыба, захотел поесть. Он прикоплывает к кораллову в рифу, встает так на голову и начинает мелко вибрировать, вызывая подругу. А подруга-то другого вида, не группер, а мурена. И они отправляются на охоту. Именно подругу? Ну, я не знаю, они спариваются? Вроде бы нет. У них еще это не дошло до этого. Именно подруга или неважно, какого пола? Вот я хотел уточнить. Вот с этим этот вопрос на засыпку. Я не могу вам ответить на вопрос. Потому что вы сказали подруга. Я и подумал, что вы подчеркиваете именно этот момент. Ну, группер вроде как самец всегда подразумевается. Но быстрее всего это никакого значения не имеет. К тому же те же чистильщики, кстати говоря, у рыб вообще это как-то запросто происходит. У них попроще с трансвеститами, чем у нас. Дело в том, что те же вот эти чистильщики, они меняют свой пол в процессе жизни. Зачем он вызывает мурену? Вы говорите на охоту. А мурене какая выгода? Ну, есть. Все хотят. Позвольте. А мурена сама что, не охотится без него? Охотится вдвоем веселее. А, вот так даже, да? Нет, я серьезно спрашиваю. Они как-то кооперируются, помогают в охоте? Да, они кооперируются, конечно, потому что группер загоняет рыбину, которую хочет сожрать. То есть, ну, охотится там. Значит, и эта рыба куда от него прячется? В коралловый риф. Да, а мурена ведь не ест группера вот этого. Нет, она зато отлично просачивается во все вщели кораллового рифа. Да-да, я это понимаю. У нее два варианта. Она или выгонит, или его сама поймает. Если выгоняет, ловит добычу группера. Если она настигает, она съедает. Они вдвоем отлично охотятся. Для меня важно то, что она может удержать свой инстинкт, не есть вот другую рыбу. У группера ей трудно съесть, он очень большой. А, в этом дело. Я не знаю, я с муреной не разговаривал на эту тему. Ну, и с муравьем вы не разговаривали. Тем не менее, про них рассказывайте. Я рассказываю, на самом деле, результаты. Энтомологических, поведенческих, сложных экспериментов и исследований, которые иногда даже не группируются в какие-то специальные книги или монографии, а просто частные исследования того или иного поведения. Хотя многие уже и просачиваются в такую литературу. Потому что это же интересно, обуздать инстинкты. Вот этот вопрос был бы очень интересным. Могу сказать, что можно продолжить про этого самого группера-то. Вы думаете, что это ограничивается? Я, к сожалению, уже страдаю тяжелым продолжительным склерозом всех сосудов головного мозга. Поэтому иногда забываю некоторые названия. Поэтому у меня справочник. А он, например, еще конфликтуется с другой рыбкой. С Наполеоном. Который вот с такими челюстями может грызть коралловый риф. Это все видели. По телевизору показывают. Он также подбивает, значит, Наполеон на коллективную охоту. Тоже причем очень характерно. Он встает так под большим углом, почти на голову, и так начинает трястись. Вот он подбивает, например, от Наполеона. И происходит то же самое. Он, значит, они охотятся, загоняют добычу в коралловый риф, и где Наполеон просто разрушает кораллы и добывает. Все очень мило. Но и самое страшное, что может случиться в этой истории, есть многочисленные свидетельства того, что этот самый хищный группер может объединиться в компанию очень нехарактерную вообще. Они могут идти на охоту с осьминогом. Представляете, какая компашка? Разница между ними. Это еще акулу позвать. Нет, ну акулы... Акулы – это вообще прекрасно. Акулы – это все-таки хрящевая рыба. То есть все-таки с группером имеет отношение. Тут вообще высшее морское свободно плавающее беспозвоночное с сложнейшим мозгом, с сложнейшим поведением. Совершенно сторонняя ветвь эволюции. Никакого отношения к группе. Головоногий моллюск. Уж о чем говорить. Тем не менее, с группером договариваются. Вот таким способом загадочным. Это еще исследовать и исследовать. И идут охотиться. То есть, смотрите, у нас хищник достаточно крупный, группер, имеет интимные отношения, почти интимные. Потому что пища – это почти то же самое, что секс. Это же известно. Имеет отношения с муренами, с наполеонами, с рыбками и осьминогами. Куда дальше ехать? То есть, сложность поведения вот таких животных, оно просто запредельное. И на самом деле, я думаю, что в ближайшее время нас ждет очень много интересных открытий. Поскольку вот это развитие цифровой техники, которая позволяет собирать материалы неделями и месяцами. Ну, пример такой вот. В свое время, я уже говорил об этом, даже в этой студии, у нас работа, обошедшая все масс-медиа мира в свое время была. Мы впервые описали игровое поведение гекконов. У них мозг, обращаю ваше внимание, 100 миллиграмм всего. И они играют. Это почти футболисты. Во что? В собственные ошейники. Для того, чтобы их различать, мы перед полетом в космос, были космические эксперименты, надели на них ошейнички с такими меточками. Где треугольнички, где кружочки. Потому что на видеозаписи надо видеть, к кому это относится. Ну, кто есть кто. Они, конечно, различаются, но нет такой степени, чтобы мы их узнавали в лицо, как друг друга. Поэтому на них такие меточки. Ну, иногда они соскакивают, эти ошейнички. Но вот тогда этот ошейник плавает и очень привлекает гекконов не в смысле еды, еды и так достаточно. Не в смысле фекалий, которые тоже летают в невесомости, хотя и вытягиваются там специальной системой. Не в смысле линчных шкурок, которые тоже могут летать. Нет, играть в линчные шкурки, в какашки. Даже в червяков, которые могут летать. Их можно съесть, но так, в общем, неинтересно. А вот в ошейничек, мы надеемся, что будет эксперимент. Мы им туда футбольный мяч. Вот жалко теперь без подписи Пеле. Ну, какого-нибудь Рональда попросим подписать. Мы пошлем туда, чтобы они поиграли. А как они играют в эти ошейники? Перебрасывают. Они, да-да, он там жонглирует носом, подкидывает, подбрасывает, гоняет его туда-сюда. Ну, не коллективно играет, индивидуально. Вот пока до футбольной команды не дотягивают, но индивидуально играют. Причем не все, опять-таки, есть способные к игре. Те, которые проявляются. Вот я к чему веду? Вот эта видеотехника, она позволила увидеть то, чего раньше мы не видели никак. И это вообще первое игровое поведение у рептилий как таковое. Действительно описанное с посторонним предметом. Это имело огромный интерес во всем мире. И там его ретранслировали повсеместно. Потому что это радикально меняет наше представление о братьях меньших, об их мозгах. Ну, раз уж тут игровое поведение есть, ну, понятно, почему там в Аргентине такие буйства. У них мозгов-то больше вроде как. Дочню свой вопрос про гуся. Потому что вы сказали, а потом разговор пошел немножко в сторону, вы сказали, что гусь может присоединиться к летающей стае. А если он не... Потому что он летать умеет. Ну, да. Ну, а если он не видит эту стаю? Сам он полетит один? Вряд ли. Вряд ли. То есть это пока что не установлено? Да. Ну, есть такие наблюдения, но они очень разрозненные, недостоверные. Серьезные исследования такого рода проводить очень трудно, потому что, сами понимаете, гуся, они большие, очень вкусные, и работать с ними тяжело по этой причине. Не все выдерживают. Потому что здесь нужно работать с теми, кого все-таки можно как-то исследовать. Крупные животные всегда проблематичны. Ну, вам приведу такой классический пример американской глупости одновременно попытки усреднить всех. Они что сделали? Значит, было в Америке, когда в Америке стали вдруг заинтересоваться поведением животных, то выяснилось, что они по-разному проходят лабиринты. Кстати говоря, вот крысы, да, они действительно поумнее муравьев. Тут уж сказывается то, что у них и мозг большой, и млекопитающий. Хотя и те, и другие в подземных, так сказать, переходах и лабиринтах проводят много времени. Крысы, запущенные в лабиринт, сложные. Но здесь надо иметь еще в виду, что большинство экспериментов, проводимых на крысы, являются липой. Почему? Потому что они метят место, где бегают, ну, писают, иначе говоря. А потом по запаху ориентируются, и другие крысы используют эти тоже метки. Поэтому это очень сложно, работать с грызунами, поскольку нужно перед каждым грызуном менять лабиринт. То есть он должен быть стерилен. Иначе это невозможно. Иначе все это выдумки сплошные. Воспроизводимость экспериментов, все это поведение в свободном поле, это лип и злип. Потому что никто, ни у нас, ни на Западе, не меняет внутренние поверхности лабиринтов, которые носят в себе метки. А они макросматики. Ну, так вот, это я так отвлекся. Крысы находят, вот один раз пройдя лабиринт, они находят обратный ход. Очень быстро. Даже лягушки, вот мы в свое время проверяли эксперимент по обучению, ксенопуса левиса, это такая лягушечка водная, которая такая беленькая, которая всплывает, но дышит воздухом. Так вот, у них потрясающая память моторная. Они всплывают в сложном вертикальном лабиринте, подышать. И тут же возвращаются назад со всеми поворотами. А вот с муравьями так не получается. Пройдя лабиринт, в общем, вещи для них очень знакомы, они в обратную сторону выбираются с огромным трудом. Все-таки разница существует. Эта разница уже сказывается между там лекометающими, беспозвоночными. Общностей много. Но... Так вот, про лабиринты американские. Они решили узнать, кто умнее. Ну, американцы – вечная проблема. Они все время пытаются найти, кто лучше. Это еще было чуть не в начале 20 века. Они понастроили лабиринтов. Маленьких – для маленьких животных. Больших – для больших. И даже для слонов построили. То есть, вот всех. И начали изучать, как в этих лабиринтах проходят. Молди, чтобы усреднить зоопсихологические сведения. Но, естественно, из этого ничего не получилось толкового, потому что есть животные, которые привыкли в норах ходить, и лабиринт для них – это естественная среда. А есть животные, которые там, ну, например, какие-то косули. Ну, они в открытом пространстве. У них совершенно другая ориентация, другая навигация, другая система памяти. Особенно те, которые живут на открытых пространствах, а не в лесу. То есть, ничего из этого эксперимента не вышло, но попытка такая была. Вот от тараканов и до слонов всех посадить в один лабиринт. Это говорит о том, что... Вот тут как раз ваше замечание о том, что мозги разные, они действительно разные. И во многих случаях они несопоставимы. То есть, грибовидные тела насекомых – это совсем другой нейроморфологический субстрат по сравнению с гиперстриатумом птиц, у которых неокортекс нет. Или неокортексом, например, грызунов или нашей корой. То есть, на разном субстрате, тем не менее, мозг решает, в общем, сходные задачи. Вопрос обучения, реализации инстинктов и их адаптации к изменяющейся среде. Вот как-то так. Очень интересно. Очень. Уважаемые зрители, если вы желаете продолжения этого униформального цикла, пишите в комментариях об этом, ставьте лайки и обратите внимание на книгу «Изменчивость и гениальность». Да, это новая версия. Здесь добавлен как раз Вячеслав Иванович Сук, великий композитор, дирижер Большого театра, руководитель Большого театра, рекомендованный в него самим Чайковским. Он слышал молодого Сука и был потрясен его дирижерскими способностями. Он также был главным дирижером музыкального театра Станиславского. То есть человек, написавший огромное количество произведений абсолютно неизвестных в нашей стране, только вот один человек, Кирилл Прокопов, сейчас может выступить с таким концертом, который может познакомить с феноменальными способностями этого композитора. А я своей скромной стороны здесь в конце книжки привел конструкцию его мозга, которая блестяще подтверждает его музыкальные способности. На этом мы запись завершаем. До свидания. До новых встреч, Сергей Вячеславович. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова